Замглавы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев с хозяйским видом инспектирует танковый завод в Нижнем Тагиле, заявив по итогу проверки, что производство техники в России стремительно растет. Медведев, похоже, не знает ошеломляющих данных из сводок с Украинского фронта. Окупационная армия Владимира Путина потеряла в Украине половину своих танков, сообщили в Пентагоне. Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную, демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится. Независимая Украина выстоит, а Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была до ее начала. Российская армия израсходовала большую часть своих запасов высокоточного оружия, тем временем как потери в человеческой силе достигают десятков тысяч человек. В Вашингтоне заявили, что это в разы больше, чем Советский Союз потерял за 10 лет присутствия в Афганистане. В Украине находится 80% сухопутных войск России. Избежать катастрофических потерь при таком раскладе невозможно, утверждают эксперты. Мы знаем, и российские командиры на местах знают, что их запасы и боеприпасы на исходе. В условиях отсутствия эффективного внутреннего противодействия решения Владимира Путина оказались ошибочными. Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях. За сентябрь, первый месяц успешного украинского контрнаступления, российская армия потеряла в два раза больше военной техники, чем месяцем ранее. Треть потерь России досталась украинцам в виде трофеев, а ежедневно оккупант теряет около 10 танков. При этом украинские потери подобных боевых машин значительно меньше, всего чуть больше одного танка в день. Таково на данный момент положение дел, пишет издание «Форбс», отмечая, что подобный разрыв ошеломляющий, ведь атакующая армия обычно теряет больше техники, чем обороняющиеся. По данным издания, от источников в российских спецслужбах безвозвратные потери Москвы могут достигать 90 тысяч человек. Среди них убитые, погибшие в госпиталях, пропавшие без вести и военные, которые никогда не смогут вернуться к службе.